Приветствую вас, давайте мы с вами сразу немножечко так дифференцируем то, что вы написали. Значит, имела ли место быть трагедия? Да, имела. Могли ли в этой трагедии пострадать ваши любимые, близкие, родные люди? Да, могли. Могли. Если пострадали, то, соответственно, это отдельная тема для разговора. С этим нужно работать отдельно. Вот, для этого, ну, это именно индивидуальная работа, потому что, так вот, в рамках ответов на вопрос, который вы задаете этого не сделать, да, то есть, никак не разобрать этот момент. Ну, вот, потому что это серьезное потрясение, это травма, это шок, стресс, ну, и, соответственно, с этим нужно еще раз повторю работать. Если, если нет ничего лично вашего в этой истории, да, то есть, если лично вы никак не задеты. Ну, если, если никто из ваших родных, любимых в улицах не пострадал. Да? Ну, вот. То, отменяет ли это данный факт, факт того, что, допустим, это страшно и это трагично? Нет. Нужно ли об этом переживать? Переживать? Тоже нет. Но вы переживаете. Почему? Из-за чего? Потому что есть у вас, именно у вас, есть некие психические процессы, которые позволяют вам испытывать эти чувства. Может быть, вас не удовлетворяет ваша жизнь. Ну, в смысле, в том смысле, что она вам не нравится. И, как бы, испытывая неудовлетворение от своей жизни, вы тем самым, значит, используете данную ситуацию для того, чтобы, например, себя жалеть, чтобы как-то, значит, ну, выбиться из привычного. Для вас графика. Вот. И, соответственно, заниматься там, например, либо чем-то своим, да, то есть, ну, в любом случае, не тем, чем бы вы занимались. Вот. Либо в обычное время вы, допустим, не разрешаете себе грустные мысли, грустные чувства и так далее в обычное время. А когда происходит что-то такое трагичное, вы сразу, значит, как бы за это хватаетесь, это выделяете и, соответственно, в этом направлении мыслите. Вот. Вот. Случайно подобное не происходит. То есть, ну, давайте мы сразу, как бы, сами это определим. Что случайно подобные вещи не происходят. Это внутренние процессы, которые раскрываются через какие-то внешние стимуляции, внешние какие-то, значит, ну, проявления, внешние какие-то аспекты. Вот. Что и обуславливает наличие у вас данного состояния, ну, вот, которое вы чувствуете сейчас, например, на данный момент. Да. То есть, это состояние можно охарактеризовать как, ну, наверное, 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 да, навязчивые идеи, навязчивые мысли. Вот. Я так думаю. Вот. Если у вас есть навязчивые мысли, значит, они вам для чего-то нужны. Вот. Нужно только понять для чего, зачем они вам нужны. чтобы что, то есть, какая цель у них, у этих мыслей. Это. Понимаете? Какая цель. Вот это, это можно и нужно разрешить для вас, чтобы вы понимали, как всё происходит. Чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы знали, что не в трагедиях дело, понимаете, не в каких-то негативных аспектах дело, а в вас дело. Ваша реакция дело в том, что вы хотите. Понимаете? Понимаете? О так называемой вторичной выгоду, которая, безусловно, есть ответы в ситуации. Вот. Но которую вы не осознаёте. Так же, навязчивые мысли, это следствие определённого запрета. То есть, грубо говоря, я должна, например, думать об этом, я не могу думать ни о чём другом. Это запрет. И как видно из формулировки, вот, ну, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, надеюсь, как видно. Запрет не связан с вами. Вот именно лично напрямую с вами это не связан. Запрет скорее был вам дан с кем-то. . Ну, вот. Вы его, вот, 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 просто приняли. Полностью. Психология это называет интроэкция. И это означает, что к данному аспекту тоже нужно подходить с критикой, безрядной долей критики, безрядной долей скептицизма, если угодно. Чтобы понимать, что полезно, а что нет. Для вас. Если вы делаете что-то, что вам не полезно, вообще, ну вот в данном случае, например, вы делаете что-то, что для вас вообще не полезно. Никак, ни капельки. Да? Ну. Значит, значит, у этого, скорее всего, есть причины. Какие причины, почему они, как бы, ну, имеют место быть. Это уже детали, да, это уже не важно. Это уже не важно. Важно то, что, как бы, это есть. Важно то, что это имеет место быть. И всё. С этим, соответственно, нужно разбираться. Дальше. Вы говорите, помогите, пожалуйста, а-а-а-а, это исправить. Это, значит, то, что вы чувствуете сейчас, признать неправильно. А это, значит, действовать так же. То есть, действовать так же, как, ну, собственно, как вы. А это не есть хорошо. Поэтому здесь не исправлять надо, а именно раскрывать. Это первое. И второе. Э-э-э, значит, как вам помочь? Вообще, это, на мой, на мой взгляд, один из ключевых вопросов. Вот как в рамках, э-э, ответа на такой короткий вопрос, э-э, помочь вам, э-э, именно раскрыть ваши чувства. Раскрыть вашу, ну, тревогу. Вот как раскрыть, как помочь вам. Понимаете? Я думаю, что, э-э-э, если учесть, что подобное происходит у вас не впервые, я более чем уверен, что подобное происходит у вас не впервые. Ну, и работать, соответственно, нужно с этим. А-а-а, шпак, как будто это произошло не впервые. А-а-а. Да? То есть. Ну, то есть. Ну, и они работают с этим, как, э-э, ну, что-то, ну, с системой, системным аспектом. А-а-а. Именно системный аспект. То есть, повторяющий, если периодичный. А значит, с этим нужно работать, с этим нужно работать, с этим нужно что-то делать. Вот. Убирайте себе психолога и начинайте работать в данном направлении. Еще одна из причин, по которой может такое быть, это ваша личная впечатлительность, это ваша чрезмерная внушаемость. И в этом случае у этого также есть свои предпосылки, свои субъективные стороны, свои, а-а-а, пути развития. То есть, своя выгода, своя польза. То есть, все, что человек делает, все это подкреплено пользой, выгодой. Первичной выгодой, вторичной выгодой. Вот, и начните, начните с того, что спросите себя. Чем мне выгодно то, что я сейчас делаю? Если меня это никак лично не касает. Да? Чем выгодно? На первый взгляд, покажите, что ничем. Это понятно. Вот. Но не позвольте, как бы, не позвольте ситуации вас обмануть, да, не позвольте, по поверхностному, так сказать, мышлению вас запутать. Вот. Потому что, на самом деле, на самом деле, выгодает. Вот. Если вы её не найдёте, то, соответственно, ничего страшного. Вот. Ну, в этом, как бы, я могу вам помочь. В этом я могу вам помочь. Вот. То есть, я могу помочь вам в том, чтобы раскрыть в себе, ну, вот, выгоду. Но, опять же, опять же, это могу сделать не только я. Любой из психологов, ну, может это сделать. Так что, обращайтесь, изучайте в профиле. Смотрите, если понадобится помощь, вот, то мы с радостью для вас сделаем всё, что в наших силах. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.